Здравствуйте! 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 У этой музеи не часто бывают настолько юные экскурсанты. Зато и они с особливым захоплением слухают и про историю пожарной службы, и про трубачиста. Разглядают прилады, якими ротовались от пожара наши далекие протки, и обсталявания сучасных вратовальников. Это называется насосная станция на шасси. Особливо сподобалось, и когда некоторые экспонаты детям дозволили навык поднимать в руках. И правда ее залупали. Да, видите, облегчали себе труд. Придумали вот такие легкие ведра. Мне понравилось, что тут были пожарники. Я запомнила, что пожарники умеют тушить пожар. Еще можно тушить пеной. Мне понравилось сборочкой машины. Когда детки непосредственны, когда детки любознательны, и дело в том, что именно в этом возрасте они могут попасть в такие сложные ситуации, которые не знают, как поступить. И, естественно, самый главный момент – это в дошкольном детстве развивать, формировать у детей представление, как необходимо реагировать в сложных ситуациях. На приконце экскурсии зладили импровизованную проверку отриманных ведов. Какой номер телефона надо набирать, когда вы увидели пожар? Один, но один. Если твой друг взял в руки спички, что ты будешь делать? Вообще, чтобы он выкинул спички. Правильно, чтобы он выкинул спички. Детям спички не игрушки. Тематичные занятки, конкурсы, викторыны, выставы малюнков на тему безпеки – усадку ладить постоянно. А теперь переконались, что у вас такая экскурсия надзвучая корыстная у работы с дошколятами. Им было очень интересно, им очень понравилось. Я вижу реакцию детей, вижу, как они себя ведут, вижу их эмоции, впечатления. И я думаю, что эти впечатления останутся еще очень надолго. Полезно для развития. Они понимают, куда эти машины едут, кто на этих машинах едет, для чего, спасают людей. У музея детям не просто рассказали, до чего могут привести свободство с огнем, а ли и замоцовали, как правильно поводить себе при пожары. И такая серьезная тема сопроводжалась с шерохом становших эмоций. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов, Новины региона.